Привет, друзья! С вами самый винтажный из всех музыкальных каналов и я его ведущая Кристина Беленькая. Ну что же, снова я приглашаю всех вас в наш традиционный музыкальный рейс в прошлое, который отправится сегодня в конец 50-х, начало 60-х годов. Вот только мы туда не полетим на воображаемом лайнере, а поедем на автомобиле. Не знаю, как вы, а я обожаю автомобили тех лет. Ну скажите, они шикарны. По-моему, некрасивых машин в те годы вообще не выпускалось. А какие там были классные кожаные сидения, а иногда прям даже диваны, а эти хромированные детали, а брутальные решетки радиаторов. Ну красота же невероятная, правда? И подчас дизайнерские автомобильные идеи подхватывались и в дизайне аппаратуры. Ну посмотрите, разве не похож этот радиоприемник на фасад какого-нибудь Кадиллака. В общем, мне очень жаль, что такие машины не производят сейчас. И единственное, где можно их увидеть и насладиться их красотой, это музей ретроавтомобилей и всевозможные ралли. А я бы с удовольствием села бы в какой-нибудь такой огромный Кадиллак и поехала бы по длинному шоссе, далеко-далеко. И обязательно, чтобы платок на голову и темные очки и музыка в динамиках. Вот только на чем мы будем слушать музыку-то в машине? Как вы понимаете, в те времена радиовещание очень сильно отличалось от современного. И вот этого огромного количества разных радиостанций, привычных нам, которые гоняют один за другим хиты, тогда еще не было. Поэтому появление первых автомобильных проигрывателей пластинок в те годы воспринялось как истинное чудо. Первый такой проигрыватель винила для автомобилей был создан в 1956 году совместно компаниями Моторола и Сибиэс Коламбия. Звался он Хайвей Хайфай и устанавливался исключительно в автомобилях фирмы Крайсли. Прилагались к этому проигрывателю 6 пластинок, которые хранились в специальном отсеке. В общем, шик с отлетом, как говорит моя мама. Но ровно через год этот проигрыватель был снят с производства. Что же случилось? Да все потому, мало того, что эти 6 пластинок имели необычную скорость 16,5 оборотов в минуту. Так еще и кроме тех 6 пластинок, что уже поставлялись вместе с проигрывателем, другие купить было нельзя. Ну и вдобавок этот проигрыватель был доступен только владельцам автомобилей Крайслер. Этот Хайвей Хайфай нельзя было купить отдельно от одной машины и установить в другую. И через год в 1957 на рынок автомобильных проигрывателей винила вышла компания RCA, которая предложила универсальный проигрыватель со стандартными 7-дюймовыми пластинками на 45 оборотов в минуту, устанавливаемый на специальную площадку под приборную панель любого автомобиля. И всего через год, к сожалению, после релиза и эти проигрыватели тоже сняли с производства. Все дело в том, что большая прижимная сила иглы, а также не всегда ровные дороги способствовали неумолимому снятию виниловой стружки. И после пары десятков проигрываний такую пластинку уже невозможно было использовать. Еще один вариант проигрывателя для автомобиля с щелевой загрузкой пластинок был выпущен фирмой Philips. Назывался он Minion. Его также можно было установить под приборную панель любого автомобиля, но, к сожалению, из-за проблем со стабилизацией головки во время движения широкого распространения он также не получил. Такой проигрыватель есть у нас в коллекции. Про него уже был ролик на канале. И если вдруг кто не видел, подсказочку я вам оставлю. Посмотрите непременно. Ну а как с подобными проигрывателями обстояло дело в СССР? Вы удивитесь, но советские аналоги виниловых проигрывателей для автомобилей были и у нас. Они имели романтичное название Daisi, что по-грузински значит «заря», ибо выпускал их тбилисский радиозавод. А сделаны они были по образу и подобию в Philips'овых Minion. В них использовались пластинки на 16,5 оборотов. Но на данный момент это абсолютно, конечно, раритет коллекционный, и я таких никогда не встречала. И если вы видели, потому что я, например, сомневаюсь, что они сохранились, особенно в рабочем состоянии. В общем, если вы видели такой в машине или слышали, как он звучит, и видели пластинки советские на 16,5 оборотов, непременно мне напишите в комментариях. Мне очень-очень интересно. Мы же с вами сегодня поюзаем вот этот вариант проигрывателя от RCA 1957 года выпуска. И ввиду того, что нет у меня под рукой ретроавтомобиля, звук его мы услышим из динамика вот этого радиоприемника «Зигит» 50-х годов. Ну а послушаем мы с вами рок-н-ролльную классику тех лет. Уверена, что в особом представлении эта композиция не нуждается, так как действительно угадать ее можно буквально по первым трем нотам. Эту песню перепевали огромное количество певцов в разное время, привнося в нее свой почерк. Но главный тон был задан именно Джерри Ли Льюисом, знаменитым американским артистом, одним из основоположников и одним из лучших исполнителей рок-н-ролла. В общем, слушаем 50-е и танцуем. Надеюсь, весь YouTube, вместо того, чтобы блокировать мои видео, будет танцевать вместе с нами. Ну потому что иначе просто невозможно. Ну что же, аппарат крайне простой. Достаточно всего лишь вставить пластинку и поднять вот этот рычаг. И музыка начинается практически мгновенно. И музыка начинается. 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 Ну все. Все. Устала Алла. Уф, все. Это было потрясающе. Правда же? Надеюсь, вы получили такое же удовольствие, как и я. Но не забываем подписываться и ставить ваши лайки и писать комментарии. Вы же знаете, я всегда с удовольствием их читаю, на них отвечаю. И по сложившейся традиции я прощаюсь с вами. Каждому из вас желаю, вне зависимости от вашего года выпуска, всегда оставаться такими же бодрыми, классными и любящими жизнь, как аппаратура дома винтажной музыки. Ну а с вами была Кристина Беленькая. До новых встреч. Пока. Это мы возьмем в бэкстейдж. Ой, все мои туфли разлетелись. Все мои пряжки отпали. Вот что такое танцевать до упаду в доме винтажной музыки.